Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 1 Паризанской области Алексей Горюнов. Здравствуйте, Алексей Рудольфович! В июле 2016 года вступил в силу федеральный закон, который утвердил новый порядок применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт. Расскажите, пожалуйста, чем же была вызвана необходимость этих изменений? Ведь старый порядок применения действовал практически на протяжении 20 лет. Если рассматривать вопрос, а почему же изменился порядок, нужно немножко вспомнить историю. За все свое время контрольно-кассовая техника и ее порядок претерпел ряд существенных изменений. Если мы вспомним давным-давно, в магазинах стояли контрольно-кассовые аппараты механического типа, и в которых, скажем так, суммирование и подсчет итоговых сумм производился при помощи механических устройств. И это порождало возможность изменять итоговые суммы путем просто открытия данного кассового аппарата и скручивания счетчиков. Потом появилась так называемая фискальная память. То есть элементная база контрольно-кассовых машин поменялась от механических к электронным. И, соответственно, для того, чтобы данные о продажах сохранялись, использовалась эта фискальная память. Но фискальная память легко взламывалась. Путем элементарного подключения в нее можно было внести те данные, которые хотелось. Соответственно, она не была тем инструментом, который обеспечивала достоверность и сохранность необходимой информации. Что потребовало введения дополнительных механизмов защиты, была введена так называемая электронная контрольно-защищенная лента, которая сохраняла эти данные в режиме программно-аппаратного шифрования. Но жизнь не стоит на месте. Все меняется, технологии меняются, появляются облачные технологии и возможности передачи данных в режиме онлайн. И, соответственно, для того, чтобы вот эти вот фискальные данные были сохранены и возникла необходимость в изменении порядка. И, соответственно, с 1 июля 2017 года большинство пользователей контрольно-кассовой техники, а можно сказать даже не большинство, а все пользователи контрольно-кассовой техники, обязаны применять контрольно-кассовую технику нового поколения. Насколько я понимаю, новый порядок предъявляет и новые требования контрольно-кассовым аппаратам. Расскажите об этом. Обязательным требованием контрольно-кассовой техники является возможность передачи данных в режиме онлайн в хранилище налоговых органов. И именно поэтому данные кассы в обиходе называют онлайн-кассами или электронными кассами. А каков порядок направления чека в электронном виде? Продавец при получении оплаты от покупателя вводит необходимую информацию в контрольно-кассовую технику. И, соответственно, этой информацией передается в режиме онлайн оператору фискальных данных. Соответственно, оператор фискальных данных формирует фискальный признак, присваивает чеку фискальный признак, то есть уникальный код, который передается обратно продавцу. Этот уникальный код печатается на чеке. И, соответственно, только после получения этого фискального кода, уникального номера или фискального признака, формируется дальнейший чек. Формируется чек. И, соответственно, после того, как он сформирован, он выдается покупателю, и информация о совершенной покупке передается оператору фискальных данных. И оператор фискальных данных хранит эти данные и предоставляет их налоговым органам и иным структурам в соответствии с установленным порядком. Давайте теперь более подробно остановимся на преимуществах нового порядка использования контрольно-кассовой техники. Действительно, новый порядок применения контрольно-кассовой техники имеет, на мой взгляд, существенные преимущества. Эти преимущества можно объединить в две группы. Первая группа – это, скажем так, макроуровень. То есть, что происходит при условии перехода на новый порядок? Во-первых, обеляется предпринимательской деятельностью и становится крайне сложно или даже практически невозможно работать в теневом секторе, потому что информация обо всех сделках, которые были произведены за наличный расчет, поступает в хранилище, к которым имеют доступ налоговые органы. И это, с одной стороны, никоим образом не сказывается на тех добросовестных налогоплательщиках, на тех хозяйствующих субъектов, которые это всегда и делали. Но ставит за слон тем недобросовестным предпринимателям, которые скрывали выручку, платили налогов меньше и, как следствие, получали дополнительные конкурентные преимущества перед добросовестными предпринимателями. Второе направление, которое, на мой взгляд, тоже является существенным положительным моментом – это дополнительные гарантии прав потребителей, потому что чек можно потерять, контрольно-кассовая техника может сломаться, накопленные сведения в электронной контрольно-защищенной ленте могут потеряться по причине выхода этого блока из строя и так дальше. А когда эти данные переданы в облако и хранятся в централизованном виде, всегда можно будет установить, была ли сделка или не было сделки. Третий дополнительный момент – это уже плюс для самих предпринимателей. Они получают дополнительные гарантии сохранности своих данных. Есть и мелкие локальные плюсы, которые, тем не менее, крайне существенны. Во-первых, в их онлайн-кассу можно регистрировать без визита в налоговый орган. То есть регистрируешься в личном кабинете и производишь определенные действия, заполняешь необходимые формы и налоговый орган дистанционно регистрирует данную контрольно-кассовую технику. Кроме того, сокращаются издержки на хранение данных и обслуживание техники. Поскольку раньше необходимо было ежегодное обслуживание контрольно-кассовой техники, сейчас фискальные накопители – это те самые программно-аппаратные шифровальные устройства, которые хранят эти данные и передают в оператор фискальных данных. Они будут требовать обслуживания один раз в три года. А есть те, кого вообще освободили от использования, от применения контрольно-кассовой техники? Да, конечно, но их круг несколько сузился. И тем не менее, такие категории остались. Все они перечислены в законе. Нужно просто посмотреть и понять, имеет ли предприниматель право не применять контрольно-кассовую технику. Я сейчас озвучу некоторые категории. Может быть, они окажутся полезны нашим телезрителям. Это организации предпринимателей, которые оказывают услуги по ремонту и окраске обуви, занимаются изготовлением, ремонтом металлической галантерей и ключей, реализуют собственные изделия народных художественных промыслов, сдают в аренду принадлежащие им нежилые помещения. За некоторыми категориями, которые и раньше могли не применять контрольно-кассовую технику, это право также сохранилось. За отдельными. Но необходимо обратить внимание, что ряд категорий потеряли право не применять контрольно-кассовую технику. Это прежде всего те категории предпринимателей, которые реализуют алкогольную продукцию. Алексей Рудольфович, вот этот закон, он предусматривает такой плавный поэтапный переход контрольно-кассовой техники нового типа. Поясните, как это на практике должно происходить? Ну, это же очевидно, что все моментально делаться не может. Поэтому необходимо некоторое время для того, чтобы этот переход был осуществлен. И происходит это примерно следующим образом. Налогоплательщики обязаны применять контрольно-кассовую технику нового образца с 1 июля 2017 года. Но с 1 февраля 2017 года налоговые органы уже не регистрируют контрольно-кассовую технику прежнего образца. То есть, снять ее можно, а поставить на учет нельзя. Ставится на учет только контрольно-кассовая техника, которая соответствует новым требованиям. И, кроме того, налоговые органы с пониманием относятся к определенным трудностям, которые возникают и оказывают всемерное содействие в случае, если поступают какие-либо жалобы или обращения от предпринимательского сообщества для того, чтобы контрольно-кассовая техника вовремя поставлялась. Ну и давайте в заключение поговорим о штрафах. Изменится ли их размер? Да, действительно, с 1 июля 2017 года увеличиваются размеры штрафных санкций за неприменение контрольно-кассовой техники. Но, во-первых, для предпринимателей увеличивается размер до 10 тысяч рублей, это минимальный размер, либо от 1,4 до 1,2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники. То есть, если сумма незначительная, то штраф 10 тысяч, если сумма крупная, допустим, приобретена норковая шуба за 300 тысяч рублей, то размер штраф может составлять 150 тысяч рублей. Поэтому размер увеличился. Для организаций размер штрафных санкций составляет минимальный размер 30 тысяч рублей, либо от 3,4 до 1 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники. То есть, как мы видим, для организаций размер штрафных санкций несколько выше. Но минимальный размер остался без изменений. То есть, как было 30 тысяч, так и осталось. Но включена дополнительная норма о том, что повторные нарушения, если сумма расчета в бесконтрольно-кассовой технике составила в том числе в совокупности 1 миллион рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет, а в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц административной приостановлении деятельности на срок до 90 суток. То есть, раньше такой ответственности не было, теперь она появилась. И очень хотелось бы предостеречь предпринимателей о необходимости более внимательно относиться к обязанности применения контрольно-кассовой техники. В то же время хотелось бы отметить о том, что если продавец своевременно сообщил о допущенном нарушении, до того, как оно было установлено налоговым органом, то штрафные санкции не применяются. Кроме того, хотелось бы отметить, что в период переходных положений, пока не будет обновлен весь парк контрольно-кассовой техники, не будут применяться штрафные санкции в отношении тех хозяйствующих субъектов, которые предприняли все меры для того, чтобы эти все требования соблюсти. То есть, если они заключили договор с продавцом контрольно-кассовой техники нового поколения, осуществили оплату и ждут, когда эта техника будет поставлена на учет и привезена в торговую точку, то здесь будет отсутствовать вина предпринимателей, соответственно, без вины к ответственности лицо не может быть привлечено. В то же время индивидуальные предприниматели или организации все равно должны проявлять беспокойство и интересоваться для того, чтобы контрольно-кассовая техника была поставлена. Перечень организаций, где можно заказать эту контрольно-кассовую технику, а также получить помощь по регистрации контрольно-кассовой техники, имеется в операционных залах всех территориальных налоговых органов, в том числе и в первой межрайонной инспекции номер один Паризанской области. Большое спасибо, Алексей Рудольфович, что пришли сегодня к нам в студию. Я надеюсь, что информация, которую вы озвучили, была полезна и интересна для наших зрителей. Вам спасибо, что пригласили. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова